Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, программа «Наши все». Всем привет! Вы в эфире программа «Наши все». Ура, товарищи! Сегодня 1 декабря. Отчет дней до Нового года объявляем официально открытым. Мелкими шагами Ульяна Сотникова и Александр Тимнов уже вчера начали ползти к главному празднику года. Ну а мы, Виктория Сарада и Сергей Сурмачевский в своих эфирах, эту эстафету обязательно подхватим. Но чуточку позже. А пока мы подготовили для вас кое-что другое, но не менее интересное. Смотрите сегодня в программе «Наше все». По многочисленным просьбам зрителей, финальный вечер проекта «Наши дети» в эфире программы покажем. Пригласительный билет на очень простую историю за не менее простую историю. Победителя конкурса от театра драмы, назовем. Летающие обезьяны и пятиногая корова. Что подготовили артисты цирка Шапитон на заключительной неделе гастролей? Из первых уст узнаем. Генеральный спонсор программы – детская многопрофильная поликлиника. Детство должно сиять разными красками. Телефон в Уссурийске – 300-470. Партнер программы – отелье «Талисман». Профессиональный пошив и ремонт одежды любой сложности. Улица Комсомольская, 28, офис 304. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б, телефон 37-8045. Программа «Наши всем» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Ну что же, друзья, сегодня четверг, и это значит, что эфир мы начинаем с видеоотчета, как наши дети путешествовали этим летом по Приморью. Сегодня по многочисленным просьбам телезрителей еще раз покажем финальную ночь проекта. На следующей неделе видео-версии «Дети вернутся в Уссулиск». Однако на этом проект не закончится. А что еще будет? Зимние приключения? Нет, после съемочная группа и сами дети расскажут о своих впечатлениях о поездке. Но это будет на следующей неделе. А пока смотрим финальный день путешествия. После активного отдыха и личного знакомства с лошадьми в спортивном лагере «Салют» прямиком на прогресс. Завод – легенда и титан авиационной промышленности. Ежегодно с конвейера выходят боевые вертолеты и ракетная техника. Это предприятие с большой историей, выставленной за турникетом проходной. Ребята, это первые вертолеты, которые были взяты на вооружение Российской Федерации вообще. По-другому их называют. Но это вот разнят стаканом из-за кабины, это вот разнят, значит, трокодилом. На прогрессе собирают и учебно-тренировочные самолеты. Учебной партой для всех летчиков после военного времени были именно машины нашего производства Як-18 и другие его модификации. На модификации Як-18 с буковкой У, именно на учебной машине, учился летать и Юрий Гагарин. Машина нашего производства в Саратовском музее, там, где он ходил в Курдесак, на Гагарита, машина-то сохранилась. Сразу после прогресса снова в автобус. На этот раз свой путь наши дети держат в Кавалерово. Последнюю ночь проекта мы проведем на базе отдыха «Зеркальная». Ожидание «Скорой разлуки» нагоняло тоску и на детей, и на съемочную группу. Потому мы решили раскрасить вечер яркими красками. Ребятки, сегодня наш последний день. Можно сказать, королевская ночь. Мы очень рады, что именно вы были в этом путешествии с нами. Точнее, мы приготовили для вас небольшой сюрприз. Закрываем все глаза, закрываем глазки. Итак, раз, два, три. Небольшой холли на берегу моря. Краску детям раздавали не просто так. Один пакетик, одно объятие. Кино только за обнимание! КОНЕЦ 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 И тебя заснимет, и ты расскажешь все, что ты думаешь. А это проект КАТКИ, он понравился, мне понравился. КОНЕЦ 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 Друзья, если вы пропустили несколько серий проекта, у вас есть возможность посмотреть и наверстать упущенное. На нашем сайте телемикс.тв вы можете посмотреть все серии, а их между прочим было 14. КОНЕЦ 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 Итак, сегодня 1 декабря на календаре и это день рождения уссурийского Суворовского военного училища. Вика, ты знаешь, что Суворовское военное училище переехало к нам из Курска? Серьезно? Я честно не знала. Почти 14 лет в Курске готовили будущих офицеров, причем очень хорошо готовили. Например, первый выпуск был в 1948 году. Из 38 воспитанников класса 20 сдали экзамены на отлично, а 10 были награждены золотой медалью. Так, а почему же училище закрыли в Курске и отправили его в Иссурийск? Не закрыли, а передисплоцировали. Причина мне неизвестна, но насколько я знаю, это решение совета министров Советского Союза. А как же студенты, которые обучались там, куда они делись? Часть суворовцев, по желанию родителей, были переведены в другие училища, больше Воронежское. Остальное лечит состав училища, а это ни много ни мало 300 суворовцев, офицеры, старшины и их семьи, преподаватели и служащие, были размещены в классных вагонах. Учебное имущество было погружено в товарные вагоны и эшелон двинул на Дальний Восток. Дорога занялась 17 суток, собственно говоря, 11 августа 1957 года. Суворовцы обосновались в наших землях. То есть, получается, сегодня Суворовскому училищу 73 года. Получается, да? Мне безумно нравится девиз будущих офицеров. Алые погоны, юные сердца, пронесем по жизни с честью до конца. Ну что же, мы вас поздравляем! Хороший нос, вместе с больницей выписали. На больничном посижу немножко и пойду на работу. А так вообще погода хорошая, на улице все хорошо. Дочь учится, мама работает. Праздничное настроение? Да, праздничное настроение. Дома какие-то приготовления идут? Как готовитесь к Новому году? Еще никак. Еще никак? Нет, еще никак. Не хочется? Задумок много. Елочка новенькая будет, дизайнерская. Дизайнерская? Да. Это, наверное, дорого. Сколько? Нет, я сама буду делать. А, это вот, ну все равно, это сколько фантазий надо иметь? Ну, фантазии уже хоть отбавляю. В Питер к детям еду. Когда? В понедельник, 5 декабря. И на Новый год там? Нет, на Новый год вернусь домой. На родину? На родину к супругу. И на сколько едете? 23 дня, получается. А вообще были там когда-нибудь? Была в этом году летом. Они вот переехали недавно туда. Вот поехала. И как в Питере там, красиво? Очень даже. Я очень довольна, понравилась. В Эрмитаже были, по Неве катались, в Петергофе были. Очень хорошо. Везде красиво и здорово все. Может быть, однажды вы туда тоже полностью насовсем? Нет. Нет? Нет. В нашем возрасте уже никуда не хочется. Жалко, что дети уехали. Ну, внук учится в университете там, поэтому поехали. Взять бывшего Елена и получили квартиру. Все хорошо. Ну, короче, родину не променяем. Нет. Плумбус, виски жить. Вообще на обеде. Рабочий день гуляем. Рабочий день гуляем? Ну, в обед. А, ну, в обед можно. Как настроение? Хорошее, отличное. Новый год ждем? Скоро Новый год, да. Как готовимся к Новому году, рассказывай? Пока еще никак. Ну, начинаем потихоньку. Ну, вот подарочки надо покупать? Надо. Уже почти купила. Уже почти купила? Да. Это как значит, что почти? Ну, почти всем купила. Сейчас куда идешь? Туда. Туда? А что там такое? У моей мамы работа. У мамы идешь на работу со школы? Да. А как в школе учиться тебе? Хорошо. Оценочки какие получаешь? Хорошие. Новый год. Скоро, да? Угу. Знаешь же, ты как ждешь? Да. Как думаешь, Дед Мороз принесет подарки в этот раз? Не принесет, думаешь? Не знаю. А ждешь? А что нужно сделать, чтобы Дед Мороз принес подарки? Письмо написать. И хорошо себя вести, правильно, весь год? Хорошо себя вела? Да. Ну, все, значит, принесет. Во вторник мы с Сергеем объявили конкурс. Чтобы получить вот этот пригласительный билет на две персоны в театр драмы имени Веры Комиссаржевской, просто нужно было написать, почему вы хотите пойти в театр. Пост в Инстаграме набрал больше 50 комментариев, и многие писали, что хотят сходить на очень простую историю, потому что именно в театре драмы можно провести время культурно. Другие говорили, что ни разу не были, потому и хотят. Цитирую пользователя Жанночка 0403, потому что наш театр самый лучший, самый клевый и самый яркий. Мы с Викой полностью поддерживаем вас и присоединяемся к вышесказанному. Помимо комментариев в Инстаграме нам пришло смс-сообщение, которое лично меня просто покорило. Последние цифры номера 8528. Телезритель пишет, почему я хочу пойти в театр? За исцелением души, за спасением от суеты набегающих дней, чтобы любви и надежды мгновения не исчезали из жизни моей. Вот мне очень интересно, вы сами написали эти строки? Если да, то обязательно позвоните нам, и мы, может быть, даже снимем про вас сюжет. Может быть, вы подающий надежды, будущий поэт. Автор какой-то, песенник, может быть. Может быть, песенник, может быть, лирик. В общем, звоните нам обязательно в редакцию, телефон 33-72-74. А вот на самом деле меня улыбнул другой комментарий. Смотри, как говорит моя дочь, а потому что. Вот так просто по-детски пишет нам Виктория Малина. Лично меня улыбнул комментарий пользователя Роман Молоков 1987. Вот все ноют, то не были мы, мол, в театре, пишет подписчик. А я хожу туда очень часто, и хоть раз хотелось бы на халяву. Ну что же, за прямоту, честность и любовь к искусству дарим вам пригласительный билет в Театр драмы имени Веры Федоровны Комиссаржевской на спектакль «Очень простая история». Переходите к нам на Телемикс, улица Плеханова, 85В. Приз ждет вас! Сереж, давно хотел у тебя спросить, а ты любишь животных и вообще каких? Ну, смотря что ты подразумеваешь. Если кушать, то люблю. На самом деле, конечно, люблю кошечек, собачек. Угу. Но у тебя были такие животные когда-нибудь? Которых я ел? Нет, это надо. Да, конечно, были. Ну, слушай, а диких животных любишь каких-нибудь? Ну, там, мой братан тигр, конечно, люблю. Ха-ха-ха. 24 на 7. Ладно. А ты был когда-нибудь в контактном зоопарке или в сафари-парке? В контактном зоопарке ни разу не был. А вот в сафари-парке был, ну, только не в нашем местном, вот. А в Харбине когда ездили, такое тоже понравилось мне там очень. А я вот, кстати, на этих выходных планирую поехать в сафари-парк. Один раз там уже я была вместе с проектом «Наши дети». Что меня поразило, так это масштабы территории. Животные не живут в клетках. Они, в принципе, спокойно передвигаются, как в дикой природе. Масштабы местности позволяют. А вот там можно... Есть такая функция, скажем так, ехать на машине и просить курицу, чтобы тигр там прям разорвал? Ну, там можно... Инстинкты, чтобы посмотреть. Инстинкты можно посмотреть, но только не на машине ехать. Там, получается, такая, как... Ну, не клетка, а, в общем, возвышенность, такая постройка. И ты вот идешь сверху и смотришь, как животные там. А нет, я думал, что, ну, те, кто не заплатил за билет, убегают от тигра. Вот, и вот так вот проявляются инстинкты животных. Ну, нет, не так. Ну, ты, наверное, когда был в сафари-парке, вот как раз таки был тем человеком, который не заплатил за билет, да? Да, я убегал вместе с курицей. Все верно. Курицу поймали, а ты убежал, да? Ну, я быстро бегаю, встречу курицу. Я же умней. Не зря, не зря в год козла родился, бегать научился. Просто я умней. Я говорю, тигр, смотри, а он посмотрел, и я убежал. Все. И после этого ты начал постоянно петь песни «Мой братанчик». Ну, да, потому что я его обдурил. Кстати, в сафари-парке вот появились новые животные. Сюжет о них смотрите в нашей программе в понедельник. Ну, а у нас пришло время гороскопа. Ну что же, друзья, пришло время гороскопа в нашей программе. Сереж, что же звезды приготовили овнам на сегодня? Звезды советуют овнам набраться терпения. Говорят, лучше медленно и уверенно, чем быстро-быстро-быстро и упс. Если уж что-то делать, то необходимо довести дело до совершенства, а не бросать начатое на середине пути. Идем дальше. Телец. Одно дело, когда вы крутитесь, как белка в колесе, для себя любимых. Другое, когда вы делаете все для других. А про себя забывайте. Не стоит перетруждаться. Покажите этаким нахлебникам свои зубки. Близнецы. Вы порешаете все свои дела одним махом. Даже самые старенькие и запылившиеся. Сегодня даже останется немного времени на себя любимых. Ну, и на отдых, естественно. Рак. Спокойнее, друзья. Прежде чем говорить что-либо, стоит подумать. Иначе есть риск обидеть словом окружающих. А они могут затаить обиду надолго. Лев. Один проигрыш еще не означает, что вы проиграли войну. Не опускайте руки и готовьте войско. Вы же сам царь. Вы рождены побеждать. Дева. Деньги – это хорошо. Большие деньги – прекрасно. Только вот с большими деньгами есть вероятность потратить их на большую глупость. Поэтому думайте, стоит ли так много тратить на шоппинг. Весы. Все механизмы рано или поздно выходят из строя. Вашу интуицию тоже нужно сдать в ремонт. А пока пользуйтесь своими мозгами и нашим астрологическим прогнозом. Скорпион. Если вы заскучали, предлагаю встретиться еще с парочкой скучающих друзей и устроить пати-вечер. Вместе вы – сила. Безудержная, веселая сила. Стрелец. Сегодня вы узнаете что-то важное и неожиданное. Поэтому, если стоите – присядьте. Козирог. Против вас возможны какие-то заговоры. Но не обращайте на это внимание. Помните – мелкие собаки лают, но не кусаются. Водолей. Единственная ваша проблема сегодня – это как повеселиться. И компания есть. Деньги есть. Настроение тоже на высоте. Ребята, спонтанность – лучший выход из вашего положения. Ну и завершает наш гороскоп рыбы. Вы – центр вселенной. Но, по крайней мере, для вашего окружения. Все близкие попытаются сделать ваш день как можно лучше. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все. Всем привет! В эфире «Наше все» в студии Виктория Сарада и Сергей Сармачевский. И скажи, ты любишь цирк? Ну, моя жизнь – это, в принципе, один сплошной цирк. Ну да, сейчас совсем скоро твой излюбленный клоун с сессии вернется. Главный клоун в моей жизни. Ну, не, ну вообще любишь? Ну, конечно же, я люблю. В детстве мы с мамой ни одного представления не пропускали. Мама ходила исключительно ради клоунов, а я – ради акробатов. Сейчас, к сожалению, не успеваю сходить в цирк, хотя очень сильно хочется. Ну, тогда я на секундочку преврошусь с Деда Мороза. Не зря ты надела этот Мэри Крисмас. И исполню твое желание. Тринь. Это что, если я не иду в цирк, тогда… Значит, цирк придет к тебе. Все верно. Артисты цирка «Шапито Адреналин» приехали в наш город с уникальной программой. Дикие кошки поднимаются под купол, медведи показывают танцевальный па, обезьяны рассекают на мотоциклах, а ящерицы не прочь пообщаться со зрителями. Понравилось все. Вот, с новым пришли, ему вообще все нравится. И мне тоже, вообще, хорошее представление. Клоун Митяй развеселил детей и взрослых милыми выходками и забавными конкурсами. Воздушные гимнасты удивили сложными номерами с использованием рейнского колеса и танцами под куполом цирка. Мне очень понравилась гимнастка, которая летала вверх без страховки, потому что это очень-очень серьезно и опасно. Самый ожидаемый номер – шар смелости. Колумбийские каскадеры исполнили в железной сфере фигуры высшего пилотажа. Счастливчикам удалось стать частью представления. Организаторы уверены – у программы нет аналогов. Увидеть уникальные номера вы сможете до 4 декабря. Купол цирка находится в районе центрального рынка. Детям до трех лет вход свободный. Ну что же, сегодня к нам в гости пришли представители цирка «Шапито Адреналин». Дрессировщик Львов Андрей и администратор цирка Эдуард. Рада приветствовать! Кто успел побывать в цирке, то они видели летающего леопарда, экзотических животных и много-много чего другого и интересного. Но еще, что поразило меня лично и наших телезрителей, что в вашей труппе есть единственная в России мотокаскадер-женщина. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что представительница прекрасной половины стала выполнять экстремальные трюки? Ну, я думаю, это все благодаря ее мужу, так как они работают вместе. И она много раз говорила, что он покорил ее сердце, когда она видела этот номер. Этот номер она впервые увидела в Малайзии, и после этого они начали заниматься этим делом. Начали ездить в этом шаре, взяли себе напарника, тоже колумбийца, его зовут Фредди. И мы втроем колесят по России и по миру, и вот заехали к нам в цирк. И сейчас работает с нам уже на протяжении года. Ну, насколько мне еще известно, в вашем цирке во время антракта любой желающий экстремал может оседлать железного коня и прокатиться. Да, может и кататься. Он садится, это все безопасно, он садится с мотокаскадером на мотоциклы, и они по манежу ездят, там, ну, катаются. Каждый желающий, да? Или есть какие-то возрастные вещи? Да, нет, ну, примерно с трех лет. С трех лет, потому что маленькие не держат, к сожалению. Конечно же, нашему зрителю запомнились воздушные гимнасты, а особо покорили сердца осурийцев, фреопарты и обезьяна. Скажите, не боятся ли животные высоты и вообще о сложностях? Расскажите о дрессировке. Высоты, ну, как леопард, он не боится, потому что они живут на деревьях. Обезьяны тоже не боятся высоты. Я вот приветствую дрессировку, допустим, дурова, то есть без побоища, без всякого там, ну, вот такого. То есть на добро, на ласку, на прикормку, чтобы он запомнил, что это хорошо работать. Он сделал трюк, он за это что-то получил, то есть ему уже нравится, он хочет работать и он ждет представления, чтобы красиво отработать. Андрей, скажите, а давно вы дрессируете животных и вообще вот работа со львами, она сложна? 15, 15 лет в цирке работаю, 14, 10 лет я уже работаю как в манеже. С львами, с львами, да, работа, это считается самый, ну, как бы крупный хищник, старый зверей и с ним, с ним самое тяжелее работать, они прайдят. И если один, они, если один нападает, они нападают все сразу, они не поодиночке, они тигры. С ними тяжело, с ними тяжелее работать, чем с тиграми, чем там, со слонами и так дальше. Что вас лично привлекает в этой тяжелой работе? Ну, лично меня привлекает то, что, когда ты выходишь в клетку с ними, делаешь какой-то трюк, ну, какой бы там ни был, там, сложный трюк или легкий трюк. И когда это зрителю нравится, зрители начинают аплодировать больше и больше, и у тебя выше поднимается обледен ли на Украине. И ты хочешь еще лучше, ты начинаешь еще лучше делать все это. И они это все видят, что у тебя хорошее настроение, что ты вот начинаешь вот это вот на зрителя еще работать. Потому что зритель дает тебе такую энергию, а ты должен эту энергию взять на себя и расприснуть на всех зрителей, чтобы они почувствовали вот этот кайф. Ну, они же пришли смотреть на наш советский цирк. Знаю, что на последней неделе гастроли вы подготовили для уссурийцев сюрприз. На последней неделе мы подготовили для зрителей, в программе у нас будет пятеногая корова, это что-то новенькое, да, будет рысь, будет гималайский медведь. Не рысь, а будет пума. Пума, да, спасибо, что не сказал. Будет у нас пума, также у нас будут еще дополнительно обезьянки, будут у нас пони, верно, Андрей? Да, 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 пони будет, хорошие там трюки, ну я расскажу, да. Пума на лошади, на пони катается сверху, как бы наездник, и это очень сложный трюк, они несовместимы между собой, и то есть трюк очень серьезный. Медведь там много танцев делает, много трюков будет делать и обезьяна, другая уже. Там у нас приехала дрессировщица, можно сказать, мой учитель, она была в Москве на фестивале, вот сейчас мы, она должна была быть с самого начала, но так как шел фестиваль, не смогли мы ее забрать. И она там сейчас закончился фестиваль, и она приехала еще и вас поработать. К сожалению, она не смогла прийти сегодня, так как дорога была очень сложная, она сейчас восстанавливает всех животных, чтобы все было хорошо, чтобы они вышли на представление на эти выходные и показали мастер-классы, что они умеют. Вот как раз таки о представлении, когда ближайшие? Ближайшее представление у нас состоится в эту пятницу в 18.00. Также у нас представление будет в субботу в 13.00 и в 17.00, и в воскресенье, заключительное представление, кто не успел, в 13.00. А где расположен шатер цирка? Шатер расположен в районе центрального рынка, в перекресток Чичерина-Комарова. Ну и собственно говоря, цена вопроса? Ну цена вопроса у нас совершенно разная, так как мы думали не только о богатых людях, так и о бедных. Билеты у нас стоят от 500 рублей до 1200. Там будет все зависеть уже от сектора и от ряда в зале. Также у нас есть акция 2 плюс 1 специально для семьи, если хотят пойти мама, папа, ребенок, два билета приобретать и третий подарок. Ну а еще дети до трех лет, конечно же, бесплатно. Ну, совершенно верно, конечно. Как же без этого, да. Детки от трех лет бесплатно. Ну что же, дорогие друзья, приходите в цирк Шапито. На заключительной неделе вас ждет море сюрпризов и головокружительное представление. Всем привет! В эфире «Наше все» в студии Виктория Сарада и Сергей Сурмачевский. Викусь, какие у тебя планы на сегодня? На сегодня, Сереж, у меня просто грандиозные планы. Но рассказывать пока о них не буду. Суеверная? Нет. Просто, если я расскажу о своих планах на сегодня, конечно же, узнает моя мама, потому что она смотрит сейчас нашу программу. Мама, привет! Ну и по головке она меня за это, естественно, не погладит. Ты все-таки решила до конца разбить ее машину, да? У мамы нет машины, у мамы даже прав нет. И разбивать машину, то-то-то не дай бог. Но, на самом деле, я хочу сегодня набить себе еще одну татуировку. Чисто понесло. Вот я тебе сразу говорил, набьешь одну, пойдет больше. Хотя, что я говорю, сам точно такой же. Вот-вот. Ну, а ты чем вечером планируешь заниматься? А я вечером включу наш телеканал, ровно в 22.00. И что буду делать? Все верно. Смотреть фильм. А, кстати, сегодня у фильма очень интересное название. Знать бы, что я гений. Это, насколько я помню, комедия Свупи Голберг и Шерон Стоун. В главных ролях ты, как всегда, прав. Вот знаешь, я фильмы Свупи Голберг люблю с самого детства. А я с самого детства люблю историю. Поэтому сейчас предлагаю посмотреть, что интересного произошло в нашем городе в 2006 году. Все равно до 10 вечера еще далеко. В общем, поднялся вон оттуда сверху с канавы, прошел вдоль наверх сюда. Там прутанулся немного, вернулся и пошел на кладбище. Мы идем по следам тигра. Здесь постоял, а вот в этом месте спокойно и совершенно безбоязненно прошелся между могил. Ровные следы с одинаковым интервалом. Обнаружить их на свежем снегу довольно просто. Только мало кто из жителей ближайших домов приходит в эту часть кладбища. Накануне Татьяна Журавлева на своей лошади отправилась в лес. Мы регулярно ездим на проездки верхом. И доехали до этого места, лошади начали себя странно вести. То есть у меня кобыла довольно взрослая уже. Она начала нюхать землю. Вот знаете, так вот с придыханием, как пофыркивая, так вот фыр-фыр-фыр. Сначала не поняли, что такое вот она. Ну обычно так вот реагирует там на мертвую, на что-то такое. А тут дошли сюда дальше и она встала ни в какую. Она подняла голову, начала озираться по сторонам. Ну напряглась, видно, что она беспокоится. Глаза на землю опускаем, там следы. О том, что следы принадлежат именно тигру, Татьяна убедилась сразу. Знать о животных все, ее профессия. Сегодня с утра вместе с собакой она опять пришла на это место. С одной стороны кладбище, с другой лес и дачи. Вышел ли молодой тигр близко к людям специально, должны решать специалисты. Только когда опять можно будет сюда приезжать кататься на лошади, неизвестно. Ну что ж, дорогие друзья, эфир нашей программы подходит к концу. Друзья, не важно, сколько вам лет, верьте в чудо и сказку. Съездите в сафари-парк и обязательно сходите в цирк Адреналин. А еще не забудьте включить наш канал завтра и в третий день с Екатериной Ворониной и Константином Марицом. Ну а мы, Виктория Старада и Сергей Стормачевский, с вами ненадолго попрощаемся. До следующего вторника. На сегодня все. Наше все. Тш-тш-тш-тш. Генеральный спонсор программы – детская многопрофильная поликлиника. Детство должно сиять разными красками. Телефон в Уссурийске – 300-470. Партнер программы – ателье «Талисман». Профессиональный пошив и ремонт одежды любой сложности. Улица Комсомольская, 28, офис 304. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б, телефон 378045. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Все, что тебя касается, все, что меня касается, Все только начинается, это наше все. Продолжение следует...